дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании благодарю за интерес к моему каналу особое спасибо за лайки и комментарии и отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку спасибо друзья прежде чем перейдем к нашим понаехавшим бараном несколько слов об испании пока весь мир обсуждает выборы сша в испании главная тема по-прежнему это наводнение и его последствия продолжаются поиски пропавших премьер-министр испании педро санчес посетил пострадавший район несколько дней назад ему пришлось уносить ноги от разъяренных граждан а Премьер был очень огорчен, но в отставку не подал. В Финляндии распространилась новость, шокировавшая многих обывателей. Понаехавший из Ирана заработал в прошлом году 26 миллионов евро. Из них он уплатил налогов 7 миллионов евро. Кто такой? Рассказываю. Сабер Кордестанчи. Он стал первым, ну или почти первым иммигрантом, поднявшимся на вершину налогового олимпа в Финляндии. По крайней мере, он первый не белый и не западный, как он сам выражается. Сабер – один из основателей платформы HostAway, которая пользуется фирмой по аренде каникулярных квартир типа Booking и Airbnb. В прошлом году часть акций компании HostAway выкупил американский инвестфонд за 163 миллиона евро. У компании нет офиса. 250 сотрудников работают по всему миру удаленно из своих домашних офисов, как и основателей компании. Основываясь на своем опыте, Сабер может сказать кое-что важное о сегодняшней Финляндии. Если бы тогда в Финляндии принимались нынешние политические решения, он не смог бы приехать в Финляндию, остаться в стране или решиться стать предпринимателем. Сабер Кардистанчи приехал в Финляндию из Ирана в сентябре 2011 года на учебу. Ему было 25 лет. В Иране он изучал программирование, а в Финляндии собирался получить диплом в техническом вузе. Сабер родился в Иране в обычной семье, где оба родителя были социальными работниками. Родители купили сыну компьютер и посоветовали учить английский язык. В конце 90-х годов необходимость английского еще не была столь очевидна в Иране и в мире. В 17 лет Кардистанчи с двумя другими друзьями основал свою первую компанию, которая занималась разработкой веб-сайтов и другими небольшими IT-проектами. В те времена интернет только распространялся, и его использование в Иране еще не подвергалось цензуре. Интернет открыл новый мир и новые возможности для поколения Сабера. Многие уехали из страны. Так сделал и Кардистанчи. Первоначально для учебы рассматривались 4 страны – Финляндия, Швеция, Канада и Германия. Судя по тому, что он прочитал, Финляндия была более равноправным обществом. Кроме финского металлического рока и прохладной погоды, самое главное, что привлекало Сабера – это бесплатное образование, поскольку сбережение у него было всего лишь несколько тысяч евро. Через пять лет после прибытия к Кардистанчи Финляндия ввела плату за обучение в вузах для студентов из-за пределов ЕС и стран европейской экономической зоны. «Если бы оплату ввели раньше, я бы не смог позволить себе приехать в Финляндию», – отмечает Кардистанчи. Пока он учился, банковский счёт был пуст. Хотя Кардистанчи учился в техническом вузе, ему было сложно найти работу. По его оценкам, прежде чем устроиться на работу, он отправил 70 или 80 заявлений. Он ссылается на исследование, согласно которому даже иностранное имя затрудняет возможность попасть на собеседование. У меня есть видео об этом, ссылка в описании. Сначала Кардистанчи устроился на неполный рабочий день в небольшой IT-стартап, а после первого года обучения практически бросил учёбу и перешёл на постоянную работу в компании Киоскит. Киоскит, занимавшаяся разработкой рекламных технологий, была настоящей международной компанией. В 2015 году в компании работало 35 сотрудников 25 национальностей. В Киоскит Кардистанчи познакомился со своим будущим бизнес-партнёром Маркусом Рябером. В 2015 году парочка уволилась и занялась разработкой прототипа программного обеспечения «Хостовей». Спустя полгода, в январе 2016 года, к ним присоединился Микко Нурменин, и они основали компанию «Хостовей». Полгода Кардистанчи жил на своих сбережениях и всё это время официально был безработным. «Если бы в 2015 году действовало планируемое нынешним правительством трёхмесячное правило, я бы не смог уволиться с работы и стать предпринимателем», – говорит Кардистанчи. Согласно проекту закона, предложенного нынешним правительством, человек, работающий в Финляндии с видом на жительство по работе, должен покинуть страну, если его работа закончится, и он за три месяца не найдёт новую. Для особо ценных специалистов срок поиска новой работы продлён до шести месяцев. Ужесточение статуса иностранцев на рынке труда вызвало много критики, но разве нынешнее правительство кого слушает? Такие правила не позволяют рисковать, уверен Кардистанчи. «Хостовей», который хорошо стартовал, пережил большой кризис весной 2020 года, когда вся туристическая индустрия рухнула из-за пандемии короны. «Хостовей» пришлось уволить 15 из примерно 40 своих сотрудников. В США и Австралии продажи по-прежнему были высокими, и компания сосредоточила все усилия для роста в этих регионах. Благодаря США, God bless America, продажи «Хостовей» росли уже тогда, когда Европа всё ещё была закрыта из-за пандемии короны. С тех пор компания быстро и прибыльно растёт. В 2022 году оборот составлял 7,2 млн евро, а в прошлом году он превысил отметку в 20 млн евро. В этом году компания рассчитывает как минимум удвоить оборот. В будущем году цель приблизится к 100 млн. Всё это дало соберу Кардистанчи возможность сидеть в своём особняке на берегу моря и давать интервью хихпинской прессе. В то же время он хочет сохранить свою конфиденциальность, поэтому по его желанию не показаны фотографии его просторного дома. «Я бы не хотел больше давать интервью», – говорит он. Рассказывая свою собственную историю, Кардистанчи хочет помочь разрушить предрассудки и дискриминацию, с которой сталкиваются мигранты. Кардистанчи живёт в Финляндии и платит здесь налоги. Он удивляется тем финам, которые переехали за границу, чтобы платить меньше налогов. Сабир винит не людей, а систему, которая позволяет самым богатым избегать налогов. То, что налоговая система устроена таким образом, является международной проблемой. Финляндия безопасна. Хорошие дороги, библиотеки. На деньги от налогов делается много нужного. Поэтому Кардистанчи хочет жить здесь. И, конечно, помогает то, что ему очень нравится финская культура и сауна. Сабира беспокоит направление развития Финляндии и линия, проводимая нынешним правительством. По правде сказать, это беспокоит не только его. Когда я приехал в Финляндию, общество казалось позитивным и открытым для инноваций. Потом всё изменилось. И сейчас мы идём в обратную сторону. Я знаю людей, которые переехали или перевели свои компании в Швецию или Эстонию. Если эта политика продолжится, проиграют все, уверен Сабир. Он надеется, что его налоги пойдут на благое дело. Хотя предпринимательство важно, я думаю, что медсёстры и учителя тоже поддерживают существование этого общества. Но они ценятся меньше. Это проблема, если людей оценивают по их богатству. У Кардестанчи есть иранские друзья в Финляндии, которые, по его словам, такие же трудолюбивые и разумные, как он. Но им не так повезло. Я много работал, но мне повезло найти хороших партнёров, основателей компании, говорит Сабир. Я самый счастливый человек, которого я знаю. Кардестанчи не намерен тратить свои деньги на роскошь. У него нет даже машины. Вместо этого он думает об инвестировании в стартапы некоторых предпринимателей мигрантского происхождения. Обычно у них нет таких же возможностей и связей для финансирования, как у других. Если у вас нет шанса, вы оказываетесь в аутсайдерах. По мнению Кардестанчи, речь идёт о нашем отношении к другим. И этим другим может быть кто угодно. Мигрант или, с точки зрения жителей Хельсинки, финн, живущий на севере. На самом деле, мы больше похожи, чем нам кажется. Мы все достойны возможности, говорит Сабир. Я с ним совершенно согласна. У каждого должен быть шанс. Если кого интересует учёба в бесплатной школе программирования в Финляндии, обязательно посмотрите это видео. Ссылка в описании. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok